Водни. 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 Нет, нет, глупо ты себя ведешь, Куд. Не щадишь ты своего свободного времени, что бы полегче вmondать тебя. Затурный салат. Да нет, салатик. Ну, мёшь всякую науку популярную норму. А лангетики есть? Книжечки для чтения в метро. Бери тристику. Тебе надо смотреть серьезно. Понял. А ты что, надеешься, Коля? Да не целью. Я лечусь. С праздником тебя прошедшим, Тамара. Спасибо. У тебя так же. Коля, дай-ка бутербродик. Ага. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуй, Валя. Здравствуй. Получите. Ну, как праздники? Хорошо, праздники. А я вас, Коля, по телевизору беру на демонстрации. Народ должен знать своих героев. Времена. Демонстрации по телевизору. Смотрим, как футбол. Вось их хватанули под это дело. Только за родное предприятие. Именно. Валь, ну ты зря обижаешься. А я не обижаюсь. С чего это ты? Валерий Васильевич, вы сегодня беседуете с ними? Да, беседу. Хочу вам посоветовать. Так. Поменьше разговоров, комментариев. Главное, ввести сразу в курс дела. Бойтесь объяснения общих мест. А что же вы с сухометку, Петр Евгеньевич? Не жалеете вы себя. Горим на работе. Горим, горим. Ну, ты понимаешь, я не мог. Так все получилось. Ну, мы же договорились, тебя ждали. Все меняется на ходу. Уже достали проигрывать? Разве в этом день? Они вообще все обалдели. А он хоть бы что купил. Вот у меня, ребят, сидят, активно слушают. Никаких вопросов. К слову, другое дело. Но все-таки еще вопросы будут. Ну, ничего страшного нет. Главное, чтобы глупых вопросов не было. А то иному делать нечего. А то он и тянет руки. Людям интересно разговаривать на равных. Спрашивать, задавать вопросы. Если они верят тому, что ты говоришь. Понимаете? Валя, человечество тратит половину времени на выяснение отношений. Хватит. А до него. А стали тоже в воду. Вы поймите, люди стали спрашивать, задавать вопросы. Вы всегда знаете, о чем он думает, когда задает вопросы. Он думает, о том, о чем спрашивает. Не стратег, не стратег, Владимир Васильевич. Я всего лишь старший лейтенант. Да и то, когда это было? Так все-таки как, Валя? Тут же ничего не поделаешь, дорогой. Наум Абрамович, конфиденциальный вопрос. Сколько? Пять рублей. Достаточно вполне. Наум Абрамович, есть у вас справочник для поступления в высшее учебное заведение? Я до зарплаты, ладно? Понял. Спасибо большое. Вы позади задумали учиться? Так в полдевятого. Ну тогда в девять, ладно? Ладно. Прощайте, 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 прощайте. Прощайте, товарищ Пёрышкин, товарищ Киселёв, товарищи истории, химия, прощайте, товарищи тетрадки, прощайте, мамочка, я по... Вера, не крутись. Мамочка, ну все уже в порядке. Слушай, по-моему, тебе прямой смысл махнуть со мной в энергетический. Будешь мне на экзаменах подсказывать, меня это очень устроит. Нет уж, рассчитывайте на самого себя, у меня свой путь в жизни индивидуальный. Мамочка, ну все, все, все. Ну вот, дождались, иду. Иду, иду. Мам, по-моему, эти часы уже давно пора сдать в музей. Я вас приветствую и поздравляю, как не... Ой, как мой любитель, да? Такому учитель, ну и как... А ну-ка, ну-ка, ложись. Ты что это зачитался? Давай, давай. Поздно уже. Науки юношей питают, но недостаточно. Равна массе заключенной в единице объема. Забыл все к чертям. Ложись, ложись. Субтитры создавал DimaTorzok Мама. Субтитры создавал DimaTorzok Ты что, спишь, что ли? Мам. Сплю. Ложись и ты. Я все надеялась, дала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok какая в мире тишь какая в мире тишь уже второй должно быть легла в ночи млеч путь серебряный окою я не спешу и молниями телеграм мне незачем тебя будить и беспокой и молниями телеграмм и молниями телеграмм и молниями телеграмм и молниями телеграмм ПЕСНЯ 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 Каспийское море, оно высыхает! Нет, потом Черное море, а дальше океан! Который час? Какие работы понравились вам на выставке молодых художников? Мне понравилась скульптура. Скульптура Комова Олега Отъездов и Ленки. А также график на Ленке. Большое спасибо. Замус. Терлинг бомбов. Продолжаем репортаж с выставки молодых художников. Помолодели сегодня старинные залы. Привет. Привет, как выставка? Радость передвижника. Кто это? Понятия не имею. Сто раз видела, а кто такого не знает. Знает только, что всегда и везде ругают передвижник. Зачем? Ну, привык. Простите, товарищи, мы не впервые встречаемся на различных людях. Правда ли? Молодые художники были направлены в творческие командировки в самые различные уголки нашей необъятной страны. Они поруганы, на виднейших промышленных стройках, на сапузах и колхозах нашей страны. Привет. Здорово. Как вам нравится это официальное левое искусство? Сейчас все левое. Ну почему? Я знаю несколько талантливых ребят. Подпольные гении. Пойдем в буфет, что-то есть хочется. Мы только что были. Да. Там, правда, не видно ничего, но это, наверное, даже к лучшему. Сегодня на выставке у всех чудесное, радостное настроение. Как, например, вот эта картина, наполненная светом и воздухом. Простите, товарищи, как вам нравится эта картина? Что вы можете сказать? Картина? Бывает просто обложка журнала ее. На выставке есть более интересные, хорошо? Ну что ж, мнения могут быть разными. Очень хорошо, когда искусство рождает споры. Вот, например. Все хорошо, хорошо, хорошо. Послушайте, тебе нравится примитив, а? Очень. Молодец. Что с тобой? Ничего, просто вымуталось в моих зонях. Ну, пошли. Пошли, спасибо. Это, кажется, самые молодые посетители выставки. Как тебя зовут? Вова. Ну, я вижу, ты пионер. Что тебе понравилось на этой выставке? Мне больше всего понравились древнегреческие скульпторы. Вот как. Ну, а что тебе понравилось? Изработка временная советия. Извините, мне это непонятно. Я воспитан на другом. Я этого не понимаю. Ну и что? Не все, например, понимают теорию относительности или квантовую механику. Однако от этого они не перестают существовать. Мне хочется прийти на выставку, чтобы получить удовольствие. Вот хотя бы от этого натюрморта. А я его не получаю. Как? Он хотел бы есть натюрморта. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Да. А я покажу тебе свое любимое произведение. А, ну, пойдем. Ох, как здорово. Ага. Как здорово. Ну, а где же твое любимое произведение? А, а вот. Где вот? Ну, вот. 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 Я знаю. Что ты знаешь? Я знаю. Век уж мой измерен. Но? Но, что продлилась жизнь моя. И моя? Я утром должен быть уверен. Что? Что с вами. Со мной? Днем увижусь я. И вечером? Вечером. Вечером обязательно. И завтра. И послезавтра. И через год. И через тысячи. И через две тысячи. И через пятнадцать тысяч. Вот хотя бы так. Ну, хотя бы. Здравствуйте. Можно мне походить с вами? А то я отстал от своих. Ну, пошли. Знакомьтесь. Это Сергей. Олег. Сергей. Как выставка? Ну, радость перед вивоком. Иван Грозный убивает своего сына. Кстати, здесь твои родители. Да? Приятно будет встретить близких людей. Как ты живешь? Ничего. А ты как? Как раньше. Ездил куда-нибудь? С Токгольм. С футболистами? Нет. На этот раз с их теологами. Посмотри внимательно на этого человека. Он необычайно образован. Он знает три языка. Два. Ну, что тебя стоит в лучище один? Для волночки. Пожалуйста. Он был в Двиней. Ганин, но это рядом. Он играл в бадминтон самим. Играл. Ну, вот видишь, у него невеста диктор. Стоп. Я считаю, что вполне... Мне можно умереть от зависти. О, внимание. Впереди мои родители. Ты подойдешь? Нет. Звони при случае, телефон старый. Пока. До свидания. А это что за парень? Он перевозчик. И, между прочим, он мой муж. Кто? Муж. Как? Так, мы еще не подавали в суд. Я не знал, что ты. Догадывайся. Ну, и что же вы? Просто он дурак. Полный. Ну, не повезло человеку. Все. Но все это только цветочки. Ты еще не видел моих родителей. Они у меня ужасно любят живопись. А папа, кроме того, обожает разрезать ленточки на всех выставках. Папа, у меня ведь сына. Да, ну, мизмат. Бакалавр. Антиквар. Анна, пойди сюда. Я не могу. Иди ты, я не могу. А что я им скажу? Ну, не знаю. Придумай что-нибудь. Скажи, что я ухожу из дома, что я не вернусь совсем. Ну, что ты выдумываешь? Что за ерунда? Ну, не важно. Иди. Добрый вечер, бабушка. Здравствуй, сынок. Серега! Здоров. Здоров. Я с тобой. Что такое? Может, пойдем куда-нибудь прогуляемся? В кино сходим. Я не могу, Коль. Бегу. У тебя пятерки не найдется? Сейчас, посмотрю. Вот все, что есть. Что и все? Слушай, а может быть, у твоего жильца спросили? Ты с него хоть что-нибудь получаешь? Да что ты? С него получишь. Он всю зарплату жене по почте перевел. Ну, а что же делать? А может, Люся одолжит, а? Только не мне. С тех пор, как Славка ко мне переселился, она делает вид, что мы не знакомы. Люся! 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 Привет! Привет! С законным браком! Спасибо! Одолжи пятерку, эй! Попробуем! Слав, ну как там? Сельси Бон! Посмотри внимательно на эту дверь. Она закрылась за нашим товарищем. Обнажим головы. Ну ладно тебе. Я побежал, Коль. У-у-у, погорел на 10 минут. Будь здоров. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 всю жизнь. Говоришь одно, а думаешь и делаешь другое. Все это не так просто. Просто каждый день прыгать в высоту или в длину, или даже в шестом. И в Австралии таким образом побывать можно. А тебе не кажется, что все это бестактно, неуместно и просто неумно, мягко выражаясь? А вы что думаете по этому поводу? Ну какое тебе дело, как он думает? Тебе что неинтересно? Тебе интересно, чтобы вообще поменьше думали. В этом ты ошибаешься. Думать надо всегда. Особенно сейчас и особенно в вашем возрасте. Сколько вам лет? Двадцать три. Кем вы собираетесь стать в тридцать? Космонавтом. Я не верю в тех, кто слишком много острит в юности. Мне нравится, что вы молчите, Сергей. Я тоже больше молчал и слушал. Аня, возьми трубку. Иногда люди говорят очень интересные вещи. Ну покажи мне этих людей. Да. Давай идем взглянем и реально. Я, между прочим, неплохо отношусь к ним. Чего сейчас? И вы, мне кажется, серьезным парнем. У вас такой возраст, когда все решается. Вся жизнь может определиться в течение какого-нибудь года. Или вы растратите себя на ерунду, на пустяки. И в конечном счете ничего не добьетесь. Или... потише, можно? Подожди секундочку. О, Господи. Я с некоторого времени потерял с дочерью общий язык. Бывает. Не знаю, как это вам объяснить. Но все это не очень весело. Я хочу поговорить с вами. Она вам доверяет и, по-моему, считается с вашим мнением. Я ей должен что-то внушить. Вряд ли это у меня получится. Поговорите с ней серьезно. Как близкий человек. Объясните, что все эти мотания грош уломного не стоят. Что все это глупо и бессмысленно. И в конечном счете она останется ни с чем. Вы это понимаете? Я не совсем понимаю, что значит по-вашему мотание. О чем вы говорите? Садитесь. Садитесь. Вы допускаете, что существует все-таки какой-то опыт возраста? В общем, да. Хотя есть такой опыт, лично которому я не заведу. Дует сложный вопрос. Давайте лучше поговорим о вас обоих. Поверьте, для меня это сейчас очень важно. Я верю. Вы же не мальчишка. Да и она взрослая девка. Ей детей. Пора рожать. Пора заканчивать институт. А вы блуждаете в поисках чего-то такого, о чем сами имеете смутное представление. Мне трудно возразить вам. Вы так убедительны и доброжелательны. Напрасно вы. Честное слово, братцы. Как-то отделяете, что ли, себя от нас. От нашего поколения. От нашего возраста. Проводите, так сказать, вот эту черту. Мы ведь не дамы членники. Мы не отделяем. Наверное, не так. А если черта, то скорее не знаю, вот так что ли. Что это за геометрический разговор? Я этого не знаю. Просто мы никого не отделяем. А в каждом поколении есть свои сволочи и порядочные люди. Так вот к молодым сволочам я отношусь еще хуже. Принципиально хуже. Они еще страшнее. Вот, вот, вот. В этом-то все дело. Вы ничего не добьетесь, пока не поймете, что жизнь состоит не из пустых разговоров, а из конкретных дел. Я знал людей, у которых ничего не получилось, не вышло. Они превратились в ничто, слякоть. Между прочим, это были хорошие люди. Но почему-то однажды они не поняли. Эх, братцы, сами о себе не подумайте, никто о вас думать не станет. Коллектив? Ну, в общем, я вижу, что несмотря на все эти ваши протесты и прочее, вам легко живется. У вас есть время на всю эту чепуху. У меня его не было, может быть, поэтому у меня теперь есть все. Ради чего? Зачем? Ради нее. Ради, может быть, вас. Что-то я плохо ловлю связь. Что? Нет, ничего. Ради вашего общего будущего, если вы, повторяю, относитесь к этому достаточно серьезно. Достаточно. Ну, братцы, и, ну, ну, как вам это все? Не знаете вы людей, не знаете жизнь. вас сомнут, задавят. Не верьте вы никому. Займитесь вы собой. Разберитесь вы в своих делах. В принципе, вы никому не нужны ребята такие. Что ж, по-вашему, не уходит, что... Не надо. Не надо спорить. И к чему это? Если хотите, я как-нибудь докажу вам противоположную точку зрения. Пошли, а то они только что звали и сказали, что нас ждут. Все уж собрались, а мы с тобой так все не запомнили. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И в рай услышается Слава Слава Жить все Раскидает И песня Взлятает Дома ПОЮТ 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 Студенты-грузчики, такие страстные, летают в воздухе, арбузы страшные, и с уважением глядит милиция и на меитовца, и на меитовца. Привет. Я думал, что я тебе никогда в жизни не верю. Меня чуть не убили, сейчас при входе, просто по частям пробирался. А мы уже дипломники, нам защищать пора, трещать в шкафу под пломбами мои выговора бутылью керосиновой. Взвелось пять лет и зим. Кариночка Красильникова, ой, гори, прощай, архитектура, пылайте широко, коровники в амурах, райклубы в рококо. Все выгорело начисто, милиции полно, все кончено, все начато, ай да, кино. Как пахнут ночи, мокрым камнем, пристанью, пыльцой цветочной, мятым, песком. Мы молоды, мы смотрим строго, пристально, мы любим спорить и ходить пешком. Ах, не покинь нас, ясное, весеннее, когда к нам повзросление придет, когда другое, взрослое везение нас по другим дорогам поведет. Я, пока мой час не истек, всеми силами, всем нутром ненавижу щенячий восторг, проклинаю дешевый гром, презираю надсадный виск и считаю личной обидой бледно-розовый оптимизм, показуху высотных шпилей. Я думаю, неужто вы все это после потеряете? И тише станете травы, умильно руки потирающие. Средь вас такие будут. Да, об этом не забудьте, но черта с два, о черта с два, вы все такими будете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дизисумрак опочивальный, он к рукам нас не приберет, но признаться весьма печален этих возрастов круговорот. Нет, мы жаловаться не станем, Но любовь нам не машет след, Уменьшаются с расстоянием Все косынки ушедших лет, И прошедшие вспоминая, Все болезненный, все острей, Я не то, что прошу, родная, Я приказываю, не старей, И постарчески живописен, Завяжу я морщин жгуты, Я надену десятки лысин, Только будь молодою ты, Неизменно мое решенье, Громко времени повелю, Не подвернется разрушению, Что любил я и что люблю, Ненарочно, не по ошибке, Не в начале и не в конце, Не замерзнет ручей улыбки На весеннем твоем лице, Кровь нисколько не отстучала, Я с течением лет узнал Утверждающее начало, Отрицающее финал, Как мы людям необходимы, Как мы каждой душе близки, Мы с рождения неповинимы, Мы советские старики. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не верю, хоть жгите, Не верю в бессловесный, Винтичный разум, Я смирению не завидую, Но эпоху понять пытаясь, Я не верю, что это винтики С грозным космосом Побрадались, Что они сидеют над формулами И детей пеленают бережно Перед чуткими микрофонами Говорят с планетой бешеной И машины ведут удивительные И влюбляются безутешно. Я не верю, что это винтики На плечах нашу землю держат. Посредине 20 века Облетают ржавые символы. Будьте счастливы, человеки, Люди умные, люди сильные. АПЛОДИСМЕНТЫ И снова, как огни Мартенов, Огни грозы над темнотой, Так кто же победил Мартынов и Лермонтов в дуэли той? Дантес и Льпушкин, Кто там первый? Кто выиграл и встал с земли? Кого дорогой этой белой На черных санках повезли? О, Господи! По всем приметам Другой там выиграл, другой. Не тот, кто на снегу примятом Лежал курчавой головой. Что делать, если в схватке дикой Всегда дурак был на виду Меж тем, как человек великой, Как мальчик попадал в виду? Чем? Я утешу пораженных Ничтожным превосходством зла, О смеленных и отчужденных Поэтов, погибавших зря. Что расскажу я им О битвах ума С безумием роковым, О малых и больших обидах, О женщинах, неверных им. Я так скажу. На самом деле, Давным-давно, Который год, Забыли мы И проглядели, А все идет наоборот. Мартынов пал Под той горою, Он был наказан тяжело, И воронье ночной порою, Его терзал и не слов, А Лермонтов зато Сначала все начинал, И гнал коня, И женщина ему кричала, Люби меня, Люби меня. Дантес лежал Среди сугроба, Подняться не умел К земли, А мимо медленно, Сурово, Не оглянувшись, Люди шли, Он умер И лежит, Жив остался. Никто того не различал, А Пушкин пил вино, Смеялся, Ругался и озорничал, Стихи писал, Не знал печали, Дела его прекрасно шли, И поводило все плечами, И улыбалась Натали, Для их спасения Навечный порядок Этот утвержден, И торжествующий невежда Приговорен и осужден. Нам рук намученных Не занимать, Не нас учить, Как обнимают мать, Мы надышались Свасть Госпиталями, Мы настучались Вдоволь Костылями, Так как же нам Теперь Не понимать Земную Радость Сходов Над полями. Двадцать лет тому назад Мне было двадцать лет, И всем моим товарищам Было по двадцать лет, Ну, а некоторым по двадцать два Или по двадцать три года. Мы жили в Москве, Учились в литературном институте И писали стихи, Одни похуже, Другие получше. А потом началась война, Все мы пошли на войну, И те, кто писал самые лучшие стихи, Были убиты, Убиты на фронте. Перед отъездом на фронт Миша Кульчицкий Завез В дом, где нас любили, Стихотворение, Собственно, Клачки и стихотворение. И звучало оно так. Я раньше думал, Лейтенант Звучит вот так, На лейтенант И, зная топографию, Он топает по гравию. Война ж Совсем не фейерверк, А просто Трудная работа, Когда Черна От пота Вверх Ползет По пахоти Пехота На бойцах И пуговицы Вроде Чешуи Тяжелых Орденов. Не до ордена Была бы Родина, Пусть Хоть после Ста Орденов. А через несколько дней Младший Лейтенант Кульчицкий Пал Смертью Храбрых На фронте. Был Еще поэт Павел Коган. Его последнего стихотворения Никто не знает, Но перед отъездом На фронт Он читал мне Длинное стихотворение, Из которого Я запомнил Три строки. Разрыв Травой Травою По-великой Мы Прорастем По-горькой По-великой По-нашей Кровью Колитой Земле. Надежда, я Вернусь тогда, Когда труба Чадвой Сыграет, Когда трубу Кубак Приблизи И острого Да, Передет. Надежда, я Останусь Цель Не для меня Земля Сырая, А для меня Твои Тревоги И добрый Мир Твоих Забо Но если Целый Век Пройдет И ты Надеется Встанешь Надежда Если Надо Мною Смерть Распахнет Свои Крыла Ты Прикажи Пускай Тогда Трубач Изран И Пристанет Чтобы Последняя Браната Меня Прикончить Не смогла Но если Вдруг Когда-нибудь Мне Убереться Не Удастся Какое Быть Новое Сражение Не Покачнуло Шар Земной Я Все Равно Паду На Той Единственной Гражданской И Комиссары В пыльных Шлемах Склоняться Молча Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уже дели дефирамбы, товарищи Евтушенко. Я их, понимаете, поддерживаю. Талантливый поэт, хороший. Но почему-то так, почему-то я вот обижен о нашей советской армии. Так вот... Тише, тише. Товарищи, мне хочется пожелать поэтам, чтобы они действительно показывали больше хорошего. Учили на наше хорошего, не забывали о нашей армии доблестной, да? А мы со своей стороны сделаем все, понимаете, чтобы они трудились и так далее. Мы как со своей стороны, я как представитель вооруженных сил, заявляю словами Байковского, Кто не захочет протягивать рук, заставим протянуть ноги. Пусть же они делают, понимаете, свое дело. Мы расстаемся политехнически. Нам жить недолго. Суть не в овациях. Мы растворяемся в людских количествах. В твоих просторах. Паритехнически. Невыносимо. Нам оставаться. Знаешь, а у меня для тебя новость. Какая новость? Я ухнула из дома. Как ушла? Когда? Сегодня. Попрощалась? Взяла чемодану, ушла. Он у меня здесь, в гардеробе. Ты как будто удивлен? Как тебе сказать. Ну, а где мы будем жить? Можно у нас? Нет. Слушай, а ты умеешь ходить в гости через одного? Как это через одного? Ну, так сначала к моим знакомым, потом к твоим, потом опять к моим. И так все равно. Не знаю, не пробовал. Тебе неудобно. Ну, то пошли подряд к моим. В гостях хорошо. Давай всем назло устроить себе весенную ночь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Надо ей, наверное, что-нибудь сказать. А что сказать? Ничего мне не надо говорить. Странно, что мы когда-то были незнакомы. И вообще могли не встретиться. И давать же объявлению в газету. Ищу хорошего человека. Хотя, почему бы и не дать? А я утром разверну газету. И позвоню тебе. Я скажу здравствуйте. Это вы меня ждали? А я отвечу. Где ты пропадал столько времени? А ты где пропадала? Какая разница? Главное, что мы нашлись. Главное, что мы не хотим. Если бы у тебя был сын, как бы ты его назвала? Не знаю. А если дочь? А ты меня любишь? А ты меня? 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 А ты меня любишь? Тебе весело было? Нет. И мне тоже. И всем. Непонятно, зачем тогда собираться? Может быть, и правда. Но не собираться-то еще хуже. Может быть. Наверное, мы живем плохо, неправильно. Но где же та самая правильная полная жизнь? Говорят, он находится в Сибири. Да, нельзя же всем до одного взять и уехать в Сибирь. Угу. Вот мы и дома. Страшно не хочется туда идти. Не ходи. Единственное, возможно, сохранить какое-то чувство к родителям, это не видеть их совсем. Ну что ж, тогда будем жить у нас. В шкафу. Папа, мама, моя жена и я. Папа нет. Прости. Ну? Что ну? Ну что ну, надо решать. Ну что решать? Я не понимаю, зачем бросаться словами? Уходить вечером с громкими декларациями? Чтобы на рассвете вернуться обратно и сказать с наивным лицом доброе утро? Тебе это не нравится? Мне не нравится. Я считаю, или-или. Или вообще не стоит трепаться. Ну что ты от меня хочешь? Целенаправленность. Последовательность мыслей и поступков. Внутренней гармонии. Но я человек негармоничный. Да, я знаю. Гармоничными были только древние греки. Лилия. Спартанцы. Авгивы конюшни. Двадцать три подвига Геракла. Ну поскольку это трудно проверить, может быть, оставим греков в покое? С удовольствием. Тем более, что я в такой ранний час вообще не могу говорить о серьезных вещах. Дико хочу спать. Спокойной ночи. С добрым утром. Ну? 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 Здравствуйте, Новым Ваврам. Здравствуйте. У вас есть что-нибудь Фокина? Фокина. Фокина, может быть. Нет, Фокина. А, Фокина. Есть, да? А сколько стоит? Двадцать копейки. Ну, спасибо большое. А известные еще не приходили? Нет. Энфокин, пробуждение. Ну как, закончили? Разобрались. Да нужно только проверить запись Сирии и нуля. Пожалуйста, проверить это запись сам. Конечно, сам. Коля, такой домой-то? Нет, я здесь еще давайте поделюсь. Кстати, возьмешь схему коммутации на завтра. Программист-то подготовил. Коля, так вы вечером звоните. Ну, как ты говоришь, да? Прошу, да. Так жизнь. Нормально. Нет, да. Вчера еще. Довольно, что-то потенциал. Нет, ты. Нет. На Кузнецком полное собрание достал. Ну, молодец. Все закончили? Ага, до свидания. Будь здоров, Шурик. Ну, пока. А что за вещи? Пять вечеров. Райкин, что ли? Да нет. Акда, современник. Ну-ка, проверь еще разок. Уже проверил? Это я с добрым вечером Шурова и Рыкунь наспутал. Кстати, будет время посмотреть, интересно. Вы как Владимир Васильевич. Все советовал мне на венский балет пойти, а он уж год как уехал. Смешной мужик. Ты его давно знаешь? Давно? Как здесь работаю? Магнитофон у него блеск. Импортный? Да нет, сам сделал. Интересно, что ты о нем думаешь? Да так и общаемся иногда. Это правильно. Не надо его оставлять. У нас все молодые, а вот надо его как-то вовлекать. А мы ему предлагали в парашютный круг. Спасибо. Я понимаю, ты шутишь, а человек как-то откалывается. Не от коллектива, просто от людей. Ну, что мы о нем знаем? Работает он. Интересно, между нами, конечно. Что ты о нем думаешь? В каком смысле? Ну, что обычно думают о людях? Мне интереса проверить свои ощущения. Так вы же хорошо знаете, как я к нему отношусь. Да, работает ничего. Хорошо работает. Хорошо работает. Восказывается, как будто что-то... Да он сейчас юмором. Да, нет. Нет. Да, человек с юмором. Как будто что-то, знаете, такое, чего нам и не знать. Из-за них никогда не говорили до конца. Ну, по-моему, он всегда говорит то, что думает. Нет, Коля, так кажется. Для некоторых что надо? Ругать, значит, уже хороший человек. А что ругают? Как, с какими побуждениями? Что-то я вас не совсем понимаю. Знаешь, Коля, что сейчас ругать легче, чем хвалить. С работы не вылегнут, а авторитет повышается. Помнишь, он как-то читал газеты, а потом вслух при всех говорит. Нельзя рекламировать наш строй, как владелец. Так вы же сами смеялись. Коля, поговорим с тобой откровенно, без свидетелей. Садись. Да, я смеялся, понимаешь, что к чему. А что при этом думал он сам? Ерунтовый вы совсем не знаете. Вот в этом-то и дело. А догадок, сам понимаешь, далеко не уедешь. Да не хочется, понимаешь, лезть в душу к человеку, что молока, к сам. Знаешь эти откровенные разговоры по душам с начальниками. Да. Я же говорю. Да, кури-кури. Мы одни, пожарников нет. Вот все ничего. Ну, а такое дело. И тут поставь себя на мое место. Пойми меня правильно. У некоторых товарищей, может быть, не без основания, сложилось мнение, что Владимир Васильевич некоторыми своими высказываниями, ну, как это принято, писать, дезориентирует наших ребят. Ну, каких это товарищей? Ну, допустим, товарищей, допустим, мне так показалось. Я в этом не уверен. Но может у меня сложиться такое мнение. Ну, если я ошибаюсь, тем лучше. Всегда приятнее в этом случае быть неправым. Владимир Васильевич, тебе доверяет больше других, ты его хорошо знаешь. Ну, и что же. Никто не заставляет тебя на него наговаривать. Но нам без этого нельзя, старик. Доверяй, но проверяй. Для нас же спокойнее, что мы, а не кто-нибудь. Это и есть высшая форма доверия мы, а не кто-нибудь. Ну, вы же сами-то понимаете, что мне говорите. Да, я отвечаю за каждое свое слово. Если бы мы не были одни, если бы так было, я бы набил тебе морду. Ну, и что же мешает? Не люблю. Без свидетелей. Может, сходим куда-нибудь? Ну, пойдем. А куда? Ну, просто так, там увидим. Э, как сыграли? Два один. Чью пользу? Сорпеда. Порядок. Может, Люси возьмем с собой? Слушай, пойдем втроем. Слышали анекдот? Двое прыгают с парашютом, дерг кольцо, все идет как надо. Вдруг мимо камня третий летит. Оказывается, он опять вещь мешок наделал. Вообще-то, это старый анекдот, но смешной. Правда? А слышали последний вопрос? Слышали. Ты мне звонил, мать, говорит? Звонил. А что такое? Ничего, нужен был. Ну, нужен. Ты понимаешь, есть такое слово, нужен. А у него вот такая девушка. Я ее вчера на Петровке видел. А сейчас? А сейчас нет. Сейчас все в порядке. Да, очень оживленный разговор. Может быть, все-таки сменим тему и поговорим о чем-нибудь другом? Например, о футболе, хоккей, шайбе. Может, пойдем к чему-нибудь? Я не хочу. Почему? Ну, не знаю, но у меня такое впечатление, оговариваюсь, может, и лично, что все люди делятся на тех, с кем пьют и с кем можно разговаривать. Мы это как-то раньше совмещали. Было. А теперь, боюсь, не получится. Слушай, кончай. Никогда его не видел в таком дурацком настроении. Просто мы давно не виделись с Лариком. Понимаете, братцы, жизнь идет своим ходом. Каждое утро я встаю, уйду на работу, покупаю сигареты, ем, дышу, хожу в кино. И каждый день я вижу вас обоих. Каждый день. Минус армия, командировки и прочие уважительные причины. И это моя жизнь. Я не могу без этого. Может, это называется привычка? Все равно, если это так, я не хочу менять привычку. Это называется Эрих Марией Ренарков. Но если хочешь, я могу примчаться к тебе в тумане на гоночном автомобиле. Можем пошутить. Но не стоит. Ну, хорошо. Ближе к делу. Но конкретнее. Какой ты деловой. Какие вы оба деловые. Я не деловой. Я озабоченный. Ты это о себе или так? В порядке общих рассуждений на тему добра и зла. Но какое это имеет значение? Нет, ну просто мы будем говорить или о человечестве, или о тебе лично. Но я не понимаю, что тебя так уж это волнует? Ну, обычное явление. Только и всего. Ну, ты понимаешь, ты представь. Сидит напротив тебя человек. Молодой, сытый, с честными глазами. И уже сволочь. И все врет. Страшно. Ты знаешь, мне последнее время как-то надоело острить. Стареешь, Коля. Стареешь. Когда говорить не о чем, острят. Когда думать не о чем, тоже острят. Так легче. Ну, и теперь по логике разговора ты должен сказать мне, что я стал больше острить. Да ничего из этого не следует. Просто я не всегда понимаю, о чем ты думаешь, когда говоришь вот так. Просто так. А по-моему, это не обязательно. Ничего, конечно, тут обязательного нет. А у тебя испортился характер. Может быть. Но иногда нужно портить себе характер. А стоит ли? Стоит. Зачем я тебе все это говорю? Тебе же это не интересно. Не нужно. Ни к чему. Я же это вижу. Помнишь, ты говорил, что еще в школе научился выключать сознание? Слушать и ничего не слышать. Сволочей всегда хватало. Во все времена и народ. Понятно, он сволочь. Я тебе охотно верю. Ты сказал ему об этом. На что толку? Что изменилось? Ничего. Если ты себя уважаешь, не стоит даже, пожалуй, опускаться до разговора с такими людьми. Что ты пока можешь? Что я могу? Славка. Ты можешь принимать или не принимать этих людей, но они и есть, и с этим приходится считаться. Неужели он и вправду так думает? Или просто валяет дурака? Главное, это личная честность каждого. Каждый отвечает только за свои поступки. Есть такая теория. Но ты живешь среди людей. Ты и люди. И с этим ничего не поделаешь. И надо решить для себя этот вопрос и не мучиться. Какой вопрос? Решить степень взаимоотношений и определить для себя предел. И ты уже решил? Решаю. Ну, давай. Курить тут нельзя. Нет. Ну, ладно, хватит. Я рад, что мы поговорили. Тут нечего темнить, все в жизни гораздо проще. И давай называть вещи своими именами. Когда-то это должно было случиться. Мы, так сказать, выросли и по-разному смотрим на многие вещи. Я тебя не обвиняю. Ну, чего уж там? Алёй! Да нет, не обвиняю. Очевидно, со своих позиций ты прав. Наверное, это не лучшая позиция, но бывает и похуже. Ну, спасибо. Ну, ладно, увидимся. Ну, да, есть масса поводов. Дни рождения, праздники. Так многие делают. Слушай, я тебе сейчас дам по морге. Отчаянный ты парень. Следующая станция Комсомольская. Комсомольская. Последующая станция Комсомольская. «Отбий сольят ли。」 Комсомольская. Следующий гастроном! Здравствуйте, Чермаков. Гражданин, гражданин, возьмите две копейки. Давно вас не видел. Здравствуйте. Что нового? Да ничего, все работает. Курить тут у тебя нельзя. Тихо и кто-то. А что у вас нового? Ботинки. Да нет, Сережа, купил на прошлой неделе чешный, а больше ничего. А то вы сегодня не такой, как всегда. Да какой всегда? Не улыбайтесь. Устал, работы много. Клуб по имени Петрова. И тогда на крыльеве заката Спрыгнет яркой звездочкой. Следующий универмаг. А ну, ребят, давайте возьмем билетики. Ты мне долго, долго будешь снится, проводится, проводится. Ты мне долго, долго будешь снится, берегу круто. Не смотри, ты сам не осторожно. Я могу подумать, что не в руки. А где ваши ребята? У них личные дела. А у вас личных нет? А у меня только общественные. Вам выходить, пропустите свою остановку. Ничего, я немного проеду, товарищ Ромакова. Да пойду. Воробьев переулок, следующая школа. Проездной. А что вы меня все по фамилии называете? Не нравится. Да нет. А что же? Я просто хочу сказать. У вас же у меня имя есть. А как тебя зовут? Катя. Катерина. Хорошее имя. А вас как? Николай. Коля, я знаю. Ну вот и познакомились. Следующая. Поте он. В первое время я все остановки путала. Никак не могла запомнить. Пассажира обижались. Им ведь какое дело. А потом привыкла. Сейчас не глядя могу сказать, какая остановка. Я их, знаете, даже наизусть учила. Вот закрой глаза и повторяю. Как стихи. А что вы смеетесь? Вы знаете, я одно время, когда в школе училась, вдруг стихи писали. Я этого разок тиснул в стенгазету. Правда? Да, про Поля Роксона. Его не взяли на испуг. Приехал, наконец, далекий чернокожий друг. Гигант, певец, боец. Следующая проектировочная. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вам денежки. Вот вам билетик. Спасибо. Я тоже писала общественные. И тоже в стенгазету. Тихо колышется ветви берез. Вот наш родной подмосковный садхоз. А больше про любовь. Ну, подражать мне, конечно. Смешно, правда? Смешно. А что же вы не смеетесь? А я смеюсь. Внутренним смехом. Страшно? Очень. А на самом деле я в это время смеюсь внутренним смехом. Неправда вы говорите. Вовсе вы не устали. У вас какие-то неприятности? Ну-ка, дайте-ка ваш билетик. У вас все очень хорошо кончится. Откуда знаете? А вот же у вас счастливый билетик. Вы вас прячьте. Обязательно. Вам удача будет. Ну, спасибо, если так. Следующая остановка, Пуревестник. Пуревестник. Завтра, ТАСС-плюс, выходная. А вечером в кино пойду. Вы не смотрели фильм, девчата? Нет. А у нас с завтрашнего дня опять в Буревестнике идет. Нет, не видел. Барон парк! С чего это он? Ну, свидание на этот день. Мужчине первому не полагается. По этикетам. Да черт с ним, с этикетом. Хорошая вы девушка. Вдруг заметили. Хорошая. До свидания. Счастливого. Счастливого. Есть такой человек, как я. А то бы тут погибли вы все. Мама, нам здорово повезло. Откуда столько красного и черного? Три книжки. Слушай, Сережка, давай подарю одну. Ведь не читал? Подари. Он у нас классику только в кино смотрит. Да, это короче, идейно все ясно. Какой современный, как молодежное кафе. Моя сестра ходит в молодежное кафе. А вы куда ходите? Планетарий. Так ты в планетарий собрался? А что же вам там сегодня показывают? Тайна цунгушкова метеорита. По-моему, самая большая тайна, это твоя знакомая. Верка, что ты пристала к человеку? Он спешит, ему некогда. Ты говоришь под руку. Я понимаю. Спешит, некогда, занятые молодые люди. Они сейчас сложный вопрос решают, где им поселиться. Да? Да. Я думаю, если ты мне сказал, то из этого уже не делается секрета. Верка, это не твое дело. Ну, конечно, не мое, не твое. Ты молчишь, деликатничаешь, да? Он же свободнее будет. А нам и так не тесно. Вообще говоря, ты хоть бы ее привел сюда. Показал, что ли? Познакомил. Я познакомил. Было бы с кем. Ну, ладно, кончай. Господи. Книги это хорошо, когда нет лишних. Что это такое? Вопросы терапии. Ой, Верка, Верка, подожди. Ну, хорошо, а вот аналитическая геометрия, 1936 год издания. Ну, может быть, это можно выбросить? Мне бы не хотелось. Это папина пинга. Простя, папа. Я нечаянник. Что это? Смотри. Что? Какие документы. Документы. Ой, мам, это, кажется... Где вы их нашли? Вот здесь. Здесь они лежат. Вот здесь? Господи, каким же образом? На октябрь месяц 41-го года. Так это же почти археологическая находка. Об этом же можно вечерку сообщить. Сейчас я... Да, рабочие. Нам в госпитале рабочие давали. А детская это моя? Нет, не твоя. Сережкина. Тебя тогда еще и не было. Дуреха. Дуреха. Надо же. Как я их могла сюда сунуть? Смотри, это же полные две декады. Это сколько хлеба. Давайте справим 20-летний юбилей. Многоуважаемые карточки. Ничего нет смешного. Нам предстояло прожить без них с Сережей больше, чем полмесяца. Да. Ну и как же вы тогда прожили? Так. На картошке. Ночью мне нужно было ехать в госпиталь на дежурство. А днем я поехала за город нарыть картошки. Меня тогда солдаты подвезли. Под сходню. Они окопы роют, а я картошку. Помню, никакого страха у меня тогда не было, кроме того, что мы карточки потеряли. Зато уж потом я напугалась вдоволь. Солдаты куда-то ушли. Темнеет. Копаю картошку. Холод страшный, грязь. А ревух при этом. Реву не переставая. Потом обратно пошла. Отойду и не знаю, где немцы. Может быть, они уже впереди меня. А мешок мокрый, тяжелый. И бросить его нельзя же никак. Дома Сережка сидит голодная. И кормить его совершенно нечем. Никаких запасов нет. Пришла в Москву. На улицах пусто. Переулок наш перегорожен мешками с песком. И одни только эти амбразурки. Патруль ходит. Накормил Сережку. И бегом в госпиталь. А ночью без меня. Приходил отец. Прямо в передовой на два часа. Он даже не стал тебя будить. Поцеловал и ушел. А меня? А тебя тогда еще не было. Почему? Не было. И все. Еще раз я видела отца зимой 43-го. Он после госпиталя месяца жил дома. Черт. Что такое? Что такое? На крах не завязывается. Осторожно задушишь. Нагулял шею. Посадить бы тебя на эти, на 40 грамм крупы. Зачем тебе такая шея? Для галстука. Ну я пошел, мам. Ольга Михайловна. Ты вернешься не очень поздно. Не поздно. Ну я пошел. Спасибо за помощь. Не, я за что. Не, я за что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Мы скричали. Есть ребята из нашего института. Одного ты знаешь. Димка Соловьев. Помнишь, он приходил к нам как-то на Октябрьский. Я никогда не думал, Оля, что так получится. Что буду сесть в окопе писать тебе. Хотя, если правду говорить, иногда думал. Только не мог представить, что фашисты так близко подойдут к Москве. Я не знаю, останусь ли жив. Но точно знаю, что Москва останется. ФССР останется. Но так нечасто прожили слух. Ну думаю, так всегда. Все. Целую тебя и Сережку. Партоприготовка кончилась. Сейчас мы пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День отошел, постепенно стемнев. Стемнев, постепенно стемнев. Товарищ Ленин, я вам докладываю, не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана. И делается уже. И делается уже. Нет, Сережа, ты не прав. Я не могу с тобой согласиться. И дело тут не в Черноусове. В конце концов, плевать я на него хотел. Что он мне может сделать? Но мне больно. Понимаешь? Больно. Что в этой истории я могу потерять тебя. Человека дорогого мне. Я тебя поздравляю. Присоединяюсь. Сколько тебе лет? Долго и праздник. Двадцать два. А почему мы здесь, а не в Национале? Что, готовится домашний пирог? Тебе еще не надоело ходить в Национале? Не надоело. А вы куда ходите? Мы ходим туда, откуда легче сбежать. Это где? А тебе еще рано об этом знать. Сбежать можно отовсюду, кроме Петропавловской крепости. Я это придумал еще в прошлом году. Я что-то об этом не помню. Я предлагаю тост заняных родителей. Пожалуйста. Родителей не пьем. Почему-то? Ну, считайте, что я подкидываю. Кто пьет, сзади, ты подкидываешь. Отец и мать всем обязаны ребенку. Он им ничем. Эгоист. Хорошо мне, у меня вообще нет родителей. Сирота. А где они? Под Смоленском. К родителям нужно ходить в гости, занимать у них деньги. Я вам их даю? Мне нет. Может, они их правы? Может, неужели моя дочь будет так же относиться к своим родителям? А сколько лет твоей дочери? Скорый год. Ну, ты счастливый отец. Ну, да, так ты счастливый, что даже противно. Хочешь, я поделюсь с тобой своим счастьем? А почему у вас нет детей? Павла, есть дети? У нас нет няньки, мы сторожим своего сына. Это не сына, а караульный служба. Говорят, если родители роду твоих дают отдельную квартиру, то у него там прекрасная возможность избавиться от родителей. Нет, разве угадали, сколько их родится сразу? Никогда. А вот человек, который мог бы стать отцом огромного семейства. Это заблуждение. Нет, я этот человек. Зачем? У меня есть квартира. Ты не знаешь, Долгорукий придет? Кто? Долгорукий. Юрий Долгорукий. Откуда? Оттуда. Прямо сюда. Все, как в прошлом году. Или как на твой день рождения. Или как на Новый год. Только елки не ели. И до мороза. А я никогда не празднуй день рождения. Всегда найдется повод вывести просто так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Долгорукий. О чем ты сейчас думал? Ты знаешь, у меня такое чувство, как будто сегодня должно что-то. Что? Да нет, ничего. Странный ты все-таки, парень. Я никогда не знаю, о чем ты думаешь, когда ты вот так молчишь. Эй, вы, ну придумайте что-нибудь. Давайте выпьем. А я не пью. Мне и так хорошо. Сколько нормальное состояние мыслящего человека. Пора с этим смириться. Я сколько ловить. Очень точно не привык. Я могу продекламировать стихи. Выключи вот это вот, декламирую. А я не понимаю стихов, когда их читают вслух. Вот, давайте басню. С фуганком повстречалась фуга. Мораль. Им не понять друг друга. Это тоже я придумал. А слово Папу Игоря не ты придумал? Я. Надо ни стихов, ни басен. Давайте сделаем гимнастическую пирамиду. Здорово. Здравствуй, милая картошка. Привет. Продевайся, а то мы все здесь закислили. Познакомься. Юра. Знакомый. Юра. Ну только у тебя здесь не хватало. Здорово, откуда вы ее притасили? Из Метрополя. Блюда последовательные. Картошка. Колярю здесь. Нет, не могу. Еще три обязательных визита, даже работа. А ты не работай. Поздравляю вас. Вы? Картошку на стол. А почему вы весь вечер молчите? А я здесь почти никого не знаю. А ты еще лучше. Среди своих всегда так скучно. Мы здесь все свои. Как дела? Так себе. Был день. А ты могла еще о чем-то спросить? А, о чем? Сережа. Не кончь. Мама, мама. Сережа. Ваши телекстраны. Да, я слушаю. Что? Славка? Да, это я. Слушай, говори громче. Здесь ничего не слышно. Что? Ну, по-моему, ты просто преувеличиваешь. Да. Да. Ну, может, можно подумать, что Колька первый раз не пришел ночевать. Да, я так считаю. Напрасно. Да. Угу. Ну, ладно. Привет. Угу. Ладно. Спасибо. Фасон осенне-зимний, товарищи. Прошу обратить внимание. Модель получила специальную премию за скромность на фестивале в городе Канье. Практичная одежда для балов, фернисажей, гуляний, загородных гуляний, прогулок, игры в городки, служебных командировок. Современные линии начинаются у горла и завершаются простыми складками в районе подвоночника. Расход ткани 3 метра при ширине 1,45 метра. Танцы! Танцуй. Я как-то был на показе модели и довольно похож. Я манекенец. Могу я узнать ваш телефон? Я замуж. Так я же на руке у вас прошу. А телефон? На какую букву вы начинаете? На Канубе, Жанченко. Продолжение следует... КОНЕЦ 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 ПОДОЛЖАТ НА УК Hm sagenπά Тише, тише! Щас я вам сделаю сюрприз. Что-то вроде лаптик картошки. Ну вот, теперь у нас полный комплект. Лапти, картошка, старинная обрядовая песня. Не хватает только цыган и медведей. Ох, кого люблю, кого люблю, не дождусь. Ох, кого люблю, кого люблю, не дождусь. Ну, может, хватит? Давайте выпьем, а? За что? За картошку. Ну-то, может быть, лучше за репу. А я хочу выпить за картошку. А может быть, стоит этот тост произвести в стихах? Любовь, она, конечно, не картошка. За картошку. Хе, называется тост под барабан. Опытные ораторы пробивают кулаком трибуну. Я что-то не понимаю, что ты хотел этим сказать? А я понимаю. Догадываюсь. Что ты понимаешь? Опуская все детали, подробности, разъяснения, уверения и заклинания, я назову все твои разнообразные мысли по поводу картошки так. Квасной патриотизм. Как? Квасной, от слова квас. К этому нельзя относиться серьезно. К этому может быть. А к чему можно относиться серьезно? О чем вообще можно говорить всерьез? Знаешь что, ты только не бери на себя роль гражданской совести. Слушай, не валяй дурака. Я тоже так умею говорить. Все мы это умеем. Ну, а что дальше? А у тебя есть вещи, о которых ты можешь говорить всерьез? Нед, ты можешь мне хоть чем-нибудь ответить? Ну, если нет вещей, о которых можно говорить всерьез, тогда вообще, наверное, не стоит жить. Или ты не согласен? Ну, это уже провокационный вопрос. Я могу его тебе задать? А я отвечу. Я серьезно отношусь к революции. К песне «Интернационал». К 37-му году. К войне. К солдатам. К тому, что почти у всех, вот у нас нет отцов. Их картошки, которой мы спасались в голодное время. И которой, кстати, тоже... А как вы относитесь к крепе? Что? К крепе, как вы относитесь? Вы мне так и не ответили? Глазки смотрят, глаза смотрят, слезы пьются. Зачем ты сказал эту гадость? Мистематически. 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 В seatbelt. К ext晴? Снистр готовят. Мистематически. Мистематически. я не хочу так дальше не хочу нельзя плыть по течению нельзя просто плыть ладно собери себя в кулак соберись сегодня рубеж я не хочу понимаешь не хочу перетирать время перетирать дни ничего не существует ничего ничего не существует отдельно ты пойми отдельно любовь отдельно жизнь отдельно время в которой ты живешь и 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 Вот ты какой. А это твоя жена? Нет, сестра. Сестра? А как зовут? Верка. Вера. Ну где мать-то? На дежурстве. И ты работаешь? Да. Слушай, я никогда не думал, что у меня будет двое таких ребят. Ты меня хоть немного помнишь? Я думаю, ты старше. Мы все такие были. Мы были такие, как вы. Хорошо, что ты пришел. Что с тобой? Ты можешь мне сказать? Да. Мне надо, чтобы ты мне многое объяснил. Что я тебе могу объяснить? Все. Я никому так не верю, как тебе. Понимаешь, мне надо с тобой посоветоваться. И сейчас очень. Ты что-то хотел сказать? Да. Понимаешь? Бывает момент. Прямо голова раскатывается. Не говори, я тебя слушал. Ну вот у вас все было по-другому. Понимаешь? Все было по-другому. Ну все бывает по-другому. Это вполне естественно. Да нет. Ты знал. Ты знал, что тебе нужно делать. Знал. Ты знал, что тебе надо стрелять, допустим. Бежать вперед с криком «Ура!» Не труся. Ты думаешь, что бежать вперед, стрелять не труся? Ты думаешь, что этого мало? Нет, ну просто я сам все это могу. Понимаешь? Сам. Вот. Есть жизнь. Понимаешь? Нормальная жизнь. Как. Ну что там? В общем, я не хочу говорить про нее всякие высокие слова. Но вот бывает момент, когда один на один с собой. Своей. С совестью. Тогда. Покурим? Да. Я не знаю, как тебе объяснить. Понимаешь? Не все. Я понимаю, что... Что у тебя свои сложности. Я не знаю, какие. Наверное, вам непросто. Ты многого не знаешь. Не узнал. Жалко, что сейчас осень. А что? Пошли бы искупались. Плавать любишь? Да. Ты говоришь, не про то. Но мы столько времени с тобой не виделись. Без вас нам было очень трудно. А те, кто остались живы, не все такие, как ты думаешь? Вполне возможно, наверное, не все. Я тебя завидую. В чем? Завидую. Вы были богаче. Ты напрасно все это мне говоришь. Ты пойми. Существует... Как бы тебе объяснить? Тише. Ребят, разговариваешь. 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 Они живы? Не знаю. Я могу показать только тех, кого убили раньше. Вот его. И его. Вот этого. Их всех убили утром. Вчера. Часов пять. В атаке. А ты? Меня через день. Тоже утром. Тоже в атаке. Дождь в ночи был, осень. Страшно было. Страшно. Бежим через лес, кричим. Рядом ребята падают. А мы не останавливаемся, бежим. И тут всегда непонятно, откуда стреляют. А ты знал, что тебя убили? Нет. Думал, убежал. Потом понял. Все. Другие побежали дальше. Вперед. Я не знаю, кто добежал. Я не знаю, кто добежал. Я пью за тебя. А я за тебя. А я за тебя. Я бы хотел тогда бежать рядом. Не надо. А что надо? Жить. А как? Как? Сколько тебе лет? Двадцать три. А мне двадцать один. Ну, как я тебе могу советовать? Спасибо. Ты уходишь? Да, мне пора. Папа! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего не страшно, если ты не один и у тебя есть во что верить. И просыпаясь утром, знать, что стоит начинать этот день. Я так хотел вас видеть, ребята. Я ведь очень дорожу тем, что вы есть у меня на свете, что мы живем здесь, и нигде вы больше жить не смогли. И как бы иногда нам трудно не приходилось, я знаю, что ничего дороже у нас нет. Это все наше, единственное, возможное. И мы будем верны этому до конца. Я это знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Был понедельник. Первый рабочий день недели. Продолжение следует...